Крупнейшая политическая партия нашего государства «Единая Россия» отпраздновала 20-летие. За это время ей удалось сохранить конституционное большинство в Госдуме, а главное — репутацию среди жителей страны. Подводя итоги работы, это назвали главным достижением. По мнению губернатора Пензенской области, который принял участие в съезде, в регионах особенно ощущается заинтересованность партии власти в улучшении качества жизни каждого человека. Прежде всего, в работе с людьми это надо уметь людей слышать. То есть люди обращаются по самым разным проблемам. Большинство этих проблем можно решить. Есть проблемы, которые решить невозможно. Но в любом случае людям надо объяснять, почему эту проблему решить невозможно. А те проблемы, которые решаются, они должны, безусловно, быть решены. В ближайшие пять лет «Единой России» придется решать новые задачи, определять которые будет в том числе и руководитель нашего региона. Олег Мельниченко вошел в состав Генерального совета партии. Он считает, что при принятии ключевых решений и разработке федеральных программ нужно продолжать ориентироваться на интересы граждан. Конечно, это требует большой партийной поддержки, особенно на стадии формирования и принятия федерального бюджета. Поэтому без поддержки партии решить эти вопросы невозможно. И я, как губернатор, ощущаю поддержку и в руководстве нашей партии, и в руководстве фракции нашей партии в Государственной Думе. И только вместе, только совместными усилиями с Генеральным советом, Высшим советом партии, с депутатами нашей фракции эти проблемы можно решить. Генсовет партии обновился больше, чем на 50%. Наряду с Олегом Мельниченко в него вошли губернатор Белгородской области, наш земляк Вячеслав Гладков, а также министр просвещения страны Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минстроя Ирек Файзулин и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, также уроженка Пензенской области. Субтитры создавал DimaTorzok